Да, Светлана, видите, какая у меня огромная гортензия? И это все один куст. Срезайте себе цветы сколько хотите. А вот смотрите, у вас там рядом какая огромная шапка. Сейчас посмотрю. Вот это? Да, да, да. Ой, да, действительно, какая большая. И какая она, интересно, пушистая. Да. Представляете, без всяких удобрений, все пишут, удобрения, обстрижка. Ни удобрений, ничего. Растет великолепно. Единственное, что они советуют марганец делать, чтобы держала стволы. Но понимаете, мне как раз нравится, что такой скат. Потому что это получается стенка. На фоне стенки я фотографирую свою патию. Ой, а вот этот какой огромный. Представляете? Какой огромный, какой красивый. Прям больше вашей головы, слушайте. Да, это удивительно. Да, и вот без всяких удобрений, без всего срезайте. С ума сойти. Ой, с ума сойти. Да, одного удобрения, одного цветка достаточно. Как шляпка. Как шляпка, да, да, да. Вот, пожалуйста, без всяких удобрений, без поливов. Уже растет, я не знаю, растет и растет. И главное, от одного корня. И главное, от одного корня, да. Вот что удивительно. Так что всем тем, кто там пишет, что надо все это делать. Но у меня такой сад, чтобы минимально действий было. Как можно меньше. Ну а потом вот этот вот, понимаете, они вот, то, что они не в букете, как все там подстригают, а именно спадают, это придает такую вот какую-то старинность саду. Правильно? Вот делает сад старинным. Вот мне что очень нравится, то, что у меня сад не видно, что не наводил, а именно старинный. Благодаря вот и большим деревьям, и туям, и в том числе вот этой гортензии, которая вот прям как стенка стоит. И даже тот виноград, который у тебя вьется по дому, он тоже придает ощущение прошлого какого-то века. Да, прошлого века, что это кусочек старинной усадьбы. Вот больше всего я это и хочу. У меня же сад стиль шебешика, вот мне вот эту вот старину и надо сделать. Да. Ну, еще состригайте, что вам еще нужно. Хватит? Смотрите, там в конце можете сколько угодно нарезать. Да, в конце, чтобы тебе... Хотя бы хосту освободить, потому что хосту там совсем не видно. Чтобы здесь не было такого загромождения. Да. Потому что все равно буду все это срезать, срезать, срезать. Я и так нещадно срезаю, всем дарю все это. Себе букеты ставлю постоянно. Так что очень даже хорошо. Сейчас я вот этот дальний уголочек... А, нет, я уже не достану. Это не достану. Ну, то, что достанется. То, что достану, я вот этот вот. Он такой длинный, тянется. Вот, видите, какой получается. Да, кусочек старинной усадьбы. Вот так вот. И он уже передвигается на соседний участок. Да, давайте сейчас фотографируем на соседнем участке. На соседний участок. И виден даже домик, такой заброшенный, как бы прошлого и позапрошлого века. Видим, с соседнего участка, с моего участка на соседний. Вот я сейчас на соседний. Вон моя туя дальше идет. Ну, вот, видите, у меня здесь патио. Такой столик красивый. Плетеная белая мебель. В цветниках у меня там тоже белая бегония клубневая. И на заднем фоне вот гортензия делает такой красивый. Добавляет в фону белый цвет. Вот такой красивый белый цвет. Ну, а здесь мы часто фотографируемся. Ну, и вообще здесь приятно. И вот мне обязательно нужен был. Вы можете себе представить, если бы вместо этого чудесного фона у меня был бы какой-то куст. Ну, я не знаю, подвязанный, обрезанный, типа, я не знаю, фонтана какого-то. Нет, мне нужен именно вот такой вот разросшийся старый куст. Поэтому, если хотите создать очень красивый такой эффект, то вот без обрезки, без полива, без удобрений. Меня часто спрашивают, что вы делаете со своей огромной гортензией. Могу сказать честно, ничего. Ну, и благодаря этому я наслаждаюсь вот таким вот замечательным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok